Таких людей, как Виктор Васильевич Мищенко, называют легендарными личностями. Он из того поколения, кому суждено было с оружием в руках пройти пол Европы и пол Земли. Кавалер Ордена Красной Звезды и кавалер Орденов Отечественной войны 1-й и 2-й степеней. На парадном Кителеве славный боевой путь. За каждой наградой его собственная история, отваги и мужества. И история нашей страны страшная и великая. Мы были молоды, мы не думали об этом. Мы знали то, что у нас есть силы отбить. И мы эти силы использовали. Так что им не пришлось пройти по Красной площади. Враг не прошел в самое сердце Родины. А вот Виктору Васильевичу удалось пройти маршем по Красной площади. Он участник военного парада, который состоялся в красный день календаря 7 ноября 1941 года. Как сейчас помнит этот день. Будто вчера это было. Ведь у памяти нет срока давности. Мы, короче, они готовились. Мы прибыли. Ночь переночевали. Вот. Утром, значит, парад. Вот. И с парада прямо на фронт. Виктор Васильевич держал оборону Нарфаминска. Он один из воинов той самой 33-й армии. После того, как они парадным маршем прошли по Красной площади, их уже ждали машины на Васильевском спуске. Путь в Нарфаминск. Лютой зимой 1941-го здесь было очень жарко. Ну а потом были Прохоровка, Могилев, Витебск, Бобруйск. В 1944-м в составе 1-го Украинского фронта он участвовал в ликвидации Бродской группировки. Уже в звании майора Виктор Васильевич Мищенко дошел до Бреслау. Победную весну 1945-го он встретил в госпитале после очередного ранения. Единственное, о чем жалеет, что не дошел тогда до Берлина. Но в столице Германии он побывал потом. Ну а на вопрос, хотел бы он прожить набило свою жизнь совсем по-другому, где бы не было войны, отвечает категорично. Нет. Вся послевоенная мирная жизнь Виктора Мищенко связана с Нарфаминском, который стал ему родным. Он – почетный гражданин города. Воин и труженик, который все сделал для того, чтобы маленький город над речкой Унарой был на карте земли. Время неумолимо. Оно меняет людей и даже пытается переписать историю. О том, что такая война, мы знаем из хороших книг, из хороших фильмов, а также из воспоминаний ветеранов. О том, что такое мир, каждый из нас знает не понаслышке. И все благодаря им, тем, кто победил войну. Каждый раз, встречаясь с ветеранами, остро понимаешь о том, насколько важно сохранить память, память о них, о их великом подвиге, о великой победе. Анна Терюмина, Павел Судариков, Нарфаминский телеканал.